Сейчас кое-что объясню, да? Помните? Ну, вы, естественно, помните. Если вы не помните, если я связываюсь с тем поколением, которое чуть-чуть больше, чем 40 лет, то первоначально у нас все было немножко по-другому. То есть, да, я находился в тот момент, когда мы реально за два года, за два года, даже быстрее, за год ровно накормили, без всяких налогов, без всего. Ой, такими качественными продуктами вот все там было красивое, все было зарубежное. Это был 92-й год. Как мы раскрутились? Вах! Да-да-да-да-да. И когда мне говорят, Леша, а ты что в этой жизни не пил? Я говорю, ребят, не мне надо объяснять, что я в этой жизни не пил. Я пил практически все. Да практически все и пил. То есть, захожу в любой магазин, ресторан и все остальное, смотрю, а что там нового? Ничего нового, все это дело я, естественно, пил. Было это время. Но мне сегодня не об этих вещах говорим. Мы сегодня говорим о том, что у нас, к сожалению, все ларьки куда-то испарились, правильно? Ну, испарились же. То есть, мы либо пойдем в сетевики, где будем есть непонятно что. То есть, если когда-то мы этим делом и занимались, да, то есть, мы привозили качественный зарубежный товар. Что касаемо и делает сейчас у нас, естественно, да. То бишь, мы сейчас будем говорить о том, что даже зайдя в любой сетевик, вы не сможете ничего сделать в природе своей. По одной простой причине, там даже колбас-то нормальных нет. Есть хорошие нормальные колбасы, но они ко мне не обращаются, и поэтому я про них сейчас разговаривать не буду, там-то есть нормальные колбасы. А в любой сетевик зайди и что там. Даже не буду говорить про сигареты. К слову о том, что это все, естественно, ютюб, поэтому там-то фиолетово, о чем идет речь, да? То есть, мы в свое время курили то, что должно быть. Это было круто. Вот так, вот так, да-да-да. Мы вообще через многое дело прошло. Ну, да ладно. А куда вы думаете, испарились те самые ларечники? Ну, куда они думаете, испарились? То есть, вы думаете, что они купили себе магазин, да? Но самый простой вариант, на чем реально вы сможете зарабатывать деньги, это что? Это, естественно, лекарства. Вот на лекарства все деньги сейчас и поднимают. Красиво, круто, да вот так вот. То есть, набираются вот эти товарищи, которые провайзеры, да, я не знаю, о чем они вообще говорят, просто не понимают. То бишь, и давайте все-таки определимся, что есть определенный список лекарств, на которые они не могут сильно накрутиться, но есть другие лекарства, как, допустим, чем я болею, да? То есть, я трачу деньги, естественно, мне тут деваться некуда, поверьте мне. И перед тем, как что-то дело потратить, я задаю вопрос. Я задаю вопрос и ищу эти лекарства, и средства. Но благо, то я живу, но в вокзале, тут рядышком буквально я живу. То есть, у меня здесь рядышком 4 аптеки, 4, простите, наколбасил. Так вот, вы сделаете, то есть, в принципе, аптеки сейчас как у дурака-махорки. Ну да, это не будет ближайшее, но подводите хотя бы 3 или 4 разных фирм и выберите себе то, что больше радует ваш бюджет. Да-да-да-да-да-да. То есть, к нам относятся как к мусору, представляете? Это такие же горожане, как и мы. То есть, вот рядышком, еще 2 аптеки, рядышком со мной располагаются на Карла Маркса. Мусор, вот он, мусор. То есть, нам относятся как к мусору. То есть, мы для них ничего не значим. Они готовы на нас бабки зарабатывать. Представляете, как они зарабатывают? Давайте все-таки определимся, как, допустим, раньше люди деньги не зарабатывали. Они не зарабатывали деньги по одной простой причине. То бишь, человек выбирал тот товар, который был нужен и был на него. Проходите, пожалуйста, не беспокойтесь. Я просто обращаюсь. Да-да, бабушка тоже идет, да? А бабушке тоже проблемки. Я тебе не бабушка, а женщина. А, женщина, простите. Да, сегодня 8 марта, поздравляю вас. Вот видите, на 8 марта я лоханулся, естественно. Ну да ладно. То бишь, женщина. Также идет наверняка, у нее тоже проблемки со здоровьем, да? И наверняка она тратит также деньги. Вопрос возникает, каким образом найти то, что подешевле? Ну, я вам уже сказал, пройдитесь. Некоторые делают немножко по-другому. Сейчас, в принципе, есть возможность покупать товары, ну, имеется в виду медицинские изделия по интернету. Да никаких проблем. Просто заказывайте и дальше уже обращайтесь. А, маленький нюанс существует, да, насчет этого дела. То бишь, вы зашли в одну контору, спросили, сколько там стоит, а потом пришли домой, посмотрели, что в интернете то, что вам нужно, стоит дешевле. Они же не хотят, они хотят на вас иметь свои дополнительные бабки. Вы думаете, что человек, который там занимается, у него такой же есть примочки? То есть, чем больше он продал, тем больше он положил себе в карман. Это касается всех, понимаете. Мне это реально достало. Вместо нормальных условий труда, допустим, как в замечательных странах, как то, допустим, я был в замечательных странах в Индии, там все, все лекарства, все лекарства. Тот же Азитромицин, который мы с чего-то решили покупать, используя рецепты врача, с какого нахрен перепуга. Азит 250, он везде тупо, спокойненько продается, абсолютно бесплатно. То есть, нас еще этим заставили идти к врачам. Ну, были бы еще врачи хорошие, но есть, да, хорошие врачи, вопросов нет. Но по сути событий. Что же получается то? То бишь, то, что покупаем мы во всем мире бесплатно, мы еще и тратим деньги бешеное количество. А я уже не говорю про больных онкологий. Вау! Ну, это об этом сейчас немножко другой материальчик. Это еще более интересно. Больные онкологии, ну, я, естественно, больные онкологии. Другая тема. Сколько я туда вложил денег? Благо, что мне деньги дали, естественно, но не все, естественно. То есть, грубо говоря, половину денег они мне дали. Спасибо вам, город Магнитогорск, именно поэтому я живу и работаю для вас. Возникает эта проблема. То бишь, если мы говорим про обыкновенные лекарства, это одна тема. Если мы говорим про все остальное, что касаемо того же темодала. Темодал – это химия, стандартная химия, очень жесткая химия. Я целый год ее пил, но пил я, естественно, не здесь, по одной простой причине. Я знаю, сколько этот темодал, он называется темазаламид. Он, естественно, производится в Китае. Он используется, сам темодал, тот же самый темазаламид, который вы там тратите бешеное количество денег. Он производится в Японии. Ой, какие в Японии? Чего я гоню-то, блин? Он используется в Китае. Made in China, забейте, и посмотрите, темазаламид, сколько он там стоит. То есть, реально он стоит реальные копейки, да? Но у нас с переворотом, с вот этими вещами, с этой бешеной накруткой, на ком вы собираетесь, блин, бабки зарабатывать? И зарабатывайте на своих людях. Вы что там, с дуба рухнули, что ли, а? Это же ваши люди, вы что, охренели, что ли? Естественно, как еще? Как еще мы будем по-другому говорить? И вот там-то сцены, получается, немножко другие. Я кое-что новенькое сейчас нашел, сделано в Америке. Думаю насчет Америки, это отдельная тема. Вот. Как бы вам сказать то? В любом случае, все виды рака лечатся. Но пункт возникает вопрос, что лучше пытаться лечить. Да, в России очень неплохие специалисты, но они даже не научились бошку открывать. То есть, что сейчас делается, да? То есть, мне сделали операцию, грубо говоря, ну, практически 9 лет назад. Открыли бошку, закачали меня туда литр и 300 чужой крови. Я 3,5 часа болтался. Много чего видел, естественно, отдельная тема. Но почему это не делается, как во всем нормальном мире? Во всем нормальном мире операции на голове делаются в осознании человека. И делаются они все за 45 минут. Ну, почему? То есть, у вас что, денег нет, что ли? Ребята, это такие же ваши человеки. Вы что? Да, 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 да. А еще возникает дивный вопрос, да? Я не противник того момента, что у нас в свое время доллар был привязан к рублю. То есть, он был сначала 6 рублей стоил на протяжении, ну, может быть, 5 рублей стоил. С 36, не помню, с какого года, но надо посмотреть внимательно. То есть, мы даже брали деньги. Была такая штука, вы не понимаете, да, я расскажу. Это вторая мировая война была. То есть, мы брали товар по ленд-лизу. И потом рассчитывались с Америкой и с Великобританией за это ленд-лизовское оборудование. И мы рассчитывались, естественно. Пытались это сделать, естественно. И доллар был, естественно, привязан к рублю, естественно. То есть, вы что там, обборзели что ли? То есть, в течение 56-ти лет доллар был привязан к рублю, естественно. Потом уже доллар начал так, ууу, понеслась душа в рай. Но вопрос возникает другой. В свое время, когда Россия, естественно, типа стала крутой, естественно, но нищей, естественно. Кому она обратилась за бабками? Естественно. Во Всемирной торговой банке? Естественно. А банк ей отдал что? Доллар, естественно. Подпроцентка? Естественно, в долларах. То есть мы сейчас раскидываем эти деньги. Зачем? То есть надо было приравнять доллар к рублю и все. И тогда мы бы спокойненько и быстро рассчитались. Потому что все остальное, естественно, ложится на нас с вами. Естественно. И вот сейчас доллар опять скакнет вверх? Естественно. И что будут делать пенсионеры? Естественно. Охраневать? Естественно. Потому что пенсия у них, естественно, будет ниже? Естественно. То есть если бы мы раньше, естественно, получали пенсию в 130 долларов? Естественно. То теперь она опустилась в 75 долларов? Естественно. И куда мы опустились? Вау! Просто в реальную сраку. Это очень плохо. Я бы, естественно, поменял все это дело, естественно, на приравнивание рублю к доллару. И тогда было бы все красиво и ровно. Тогда мы быстрее за всех рассчитались. Но это не те понты 300 миллиардеров, 300 миллиардеров у нас есть. Треволюш, 300. 3, 0, 0, 0. Поэтому надо все-таки думать о другом поколении человека, который вырастил вас и сделал из вас крутого специалиста.